Здравствуйте, друзья! Светлана у нас сейчас зачитает вопрос. Давай, Света! Здравствуйте, Михаил! Прежде всего хотелось бы выразить вам большое благодарность за вашу деятельность. У меня к вам следующий вопрос. Что делать, если нет эмоциональной поддержки? Поясню. Стиснув зубы, я иду к намеченным целям и непременно к ним приду. Однако порой становится тяжеловато, и бывают моменты, когда я чувствую, что могу надломиться. Такие периоды нужна эмоциональная разгрузка и, соответственно, поддержка со стороны родных, близких и друзей, а ее нет. Как вы думаете, что тогда делать? Сублимировать в спортзале, пытаться найти тех, кто поддержит, что само по себе неловко, ведь мужчин, выражающих слабость, никто не любит, либо просто продолжать во что бы то ни стало идти к своим целям, уповая на то, что, когда ты достигаешь, что-нибудь изменится. Большое вам спасибо. С уважением, Андрей. Я могу что-то сказать. Давай, Света, давай, конечно. Может быть, я не умею так хорошо говорить, как Миша. Тебя очень любят, ты говоришь. Но что бы я хотела сказать, понимаете, какая штука, Андрей? Дело в том, что люди все разные. Вот эти цели, которые вы себе наметили, вам так трудно к ним идти. Я не знаю, откуда эти цели взялись. То есть вот почему вы поставили себе именно такие цели. Потому что все вокруг идут к этим целям. Потому что, когда вы их добьетесь, вы будете зарабатывать больше денег. Тут надо разобраться с тем, что это за цели, почему вам к ним так трудно идти. Дело в том, что мы порой живем не свою жизнь, не ту жизнь, которую мы должны были бы прожить. И если мы делаем все по жизни правильно, то не должно быть такого тяжкого усилия и такого тяжкого стресса в достижении цели, которую мы ставим в соответствии с тем, что нам предназначено в этой жизни. То есть я бы сказал так, что это может быть очень трудно, но это все равно радостно. Это радостно, да. То есть нет такого стресса. Вот то, что вы пишете, я понимаю вас очень хорошо, когда вы пишете, что вот вам во что бы то ни стало нужно добиться. Это очень тяжело и никто не понимает. Но вы понимаете, какая штука? Дело в том, что да, и люди все разные. Те, которые вас не понимают, они думают, а почему вы идете к этим целям? Понимаете, если бы вы с ними на одной волне находились и цели были бы адекватные, то они бы, может быть, вас в другой ситуации бы поддержали. С их точки зрения адекватные. Да, или у вас цели совпадают. То есть что это за цели такие, которые нужно делать на надрыве, достигать на надрыве и на надломе так, что можно сломаться. Вот это очень важный вопрос. И когда вы говорите, что можно все это сейчас в спортзале разряжаться, дело в том, что разрядка в спортзале, опять же, хорошо для одних и плоха для других. Если вам это дает разрядку, то это можно разряжаться. Но, опять же, если вам по жизни предназначена другая разрядка, нужно ее найти. Я, наверное, сейчас говорю сложные вещи, не совсем очевидные, потому что очень трудно на сознательном уровне понять, что тебе предначертано, потому что это уже идет из области подсознательного. И у нас нет до сегодня таких механизмов, чтобы это прочитать. На самом деле они есть, но мы не владеем. Не владеем, да. Вот. Поэтому, конечно, наверное, я не отвечу на ваш вопрос, но смысл моего ответа будет в том, что, если вы постараетесь задуматься вообще, что это за цели, зачем они вам нужны, почему вы так во что бы то ни стало хотите к ним прийти, что вас побудило к этому, какие у вас интересы по жизни, почему вам так тяжело идти к этим целям, то, может быть, вы интуитивно выйдете на какие-то другие цели, и, может быть, родные и близкие начнут вас немножко по-другому воспринимать. Вот это то, что я хотел сказать. Ну, да. Я из твоих слов, суммируя, Света, хочу сказать, что наш, как бы, опыт, да, и Светин, и мой, состоит в том, что, как бы трудно ни было, мы как-то вот всегда преодолевали трудности, которые радостно преодолевались. Радостно. То есть мы каждый день радовались тому, что есть эти трудности, и можно их преодолевать. И я пытался пару раз, честно говорю, я пытался пару раз каких-то целей добиваться, которые не были моими, как я. И я уже чувствовал тогда, что не совсем это мое, но я думал, надо. Вот. И ничего хорошего из этого у меня не получалось, кроме стресса и какого-то внутреннего опустошения. Поэтому, понимаете, самое сложное по жизни, это быть самим собой. Вот я когда ребятам на интервью, да, вот они... А как отвечать на этот вопрос? А как отвечать на тот вопрос? Я говорю, да не в этом же делаю. Быть самим собой, вот что сложно. Когда ты сам вот такой, как ты есть, ты на любой вопрос хорошо ответишь. Не обязательно там по HTML или там по C++, ну так, по жизни. Вот. А если ты не сам вот кто-то есть, а ты пытаешься закосить под кого-то, пошел на Google, там, искать ответ на вопрос, там, расскажите о себе. Или там, почему мы должны нанять именно вас. Пойдем, пошел на Google искать. Это не твой ответ, и, соответственно, ты не будешь производить такое хорошее впечатление. Поэтому, значит, вообще по жизни быть самим собой сложно. Есть общество, оно на тебя накладывает с детства. Вот ты родился, и ты уже, ну, вот пока ты под себя ходил, ты был сам по себе. А как тебя на горшок посадили, ты уже, получается, не сам по себе, а тобой руководят. Им так удобно, чтобы вы на горшок. Потом им удобно, чтобы вы молчали. Понимаете, потом им удобно, чтобы вы руку тянули. А не имеется в виду любящим родителям? Родители, учителя, они все вас любят. Они вас очень любят. Они считают, что вот чем больше вы встроитесь в социально предложенные обстоятельства, тем лучше вам будет жить, тем легче вам будет жить. Безусловно, никто этого не делает, потому что сволочь. Нет, абсолютно. Вот. Но вопрос в чем? Что пока ты еще маленький, ты еще немножко сам по себе. А когда ты уже большой, ты уже в минимальной степени сам по себе, потому что на тебя надели вот это вот. У нас вопрос был интересный недавно на канале. Вот что происходит с людьми, когда они вдруг выигрывают много денег? Давайте интересно, когда человек выигрывает много денег? Неожиданно. Он не должен больше ломать себя и заставлять себя делать то, чего он не хотел делать. За исключением того, что уже приросло, и он как бы сам это воспринимает как свое собственное. Понимаете? Поэтому, возвращаясь к Светиному, так, я коротенько суммировал, да? Я еще тоже могу. Подожди. Значит, возвращаясь к твоему ответу, я хочу сказать, что да, действительно, это может быть просто в силу того, что это цели, вы себе их поставили как бы умом, но не поставили сердцем. Понимаете, поэтому сложно. Скажи, Свет, Свет, Свет. Я хочу просто на наглядном примере рассказать. Вот мы сейчас, буквально сегодня у нас начался этап строительства в доме. И вообще-то, я не знаю, насколько вы понимаете, но стройка – это довольно непростое мероприятие. Это война. Это война, Мишка раз, настройки и окнавания. И очень многие люди совершенно не в состоянии этого выносить. Вот кому я не скажу, мы строимся, и они говорят, ой, боже, какой кошмар, какой ужас, как это все выдержит. Но несмотря на то, что это сложно, да, это сложно, но я это делаю с удовольствием, и мне, кажется, день приносит радость, хотя это, да, сложно. Поэтому очень важно понять, а что же вам радость приносит в достижении целей, да. То есть, опять же, это очень важный момент целеполагания, но к нему нужно прийти правильно с точки зрения своего «я», а не с точки зрения того, что навязано обществом, или это самое, друзьями, или уровнем жизни, и так далее. Я что хочу сказать, что, значит, для того, чтобы от завиральной идеи избавиться, да, завиральной, самое лучшее, это когда ты ее осуществил. Да, ну, сломаться. Ну, подожди, сломаться. Вот ты ее осуществил, и тут-то ты понял, что, елки-палки, эта лестница стояла прислонутая к совершенно другой стене. Это не то, что ты хочешь внутрь, но я специально так. Что и ты легко отказался, и ты пошел, ты сам отказался, когда у тебя отняли идею, которую ты там, как леденец, обсасывал там всю жизнь, это одно, а когда ты сам ее выплюнул и пошел на другое. Поэтому, что тут сказать, давай пожелаем, чтобы у него сбылось, чем он хочет, чтобы он дальше мог судить. Но, тут еще есть момент очень важно. Дело в том, что достижение цели — это не результат, а процесс. То есть, цель — это точка напрямой. Понимаете? И вот, я вспоминаю определение успеха, которое дает Эрл Найтингелл, и он говорит, что это как бы... Ты помнишь здесь definition? Нет, я ее пытаюсь дословно вспомнить. Последовательная реализация, значимой цели. Последовательная реализация значимой цели. Понимаете, последовательная каждый день. Вот я сегодня сделал немножко, и я сегодня успешный, потому что я сегодня немножко двинулся в сторону успеха. Понимаете, когда я пришел в эту точку, когда я достиг того, что другие считают успехом, я не знаю, что это может быть. Это может быть получение диплома, защита диссертации, создание бизнеса, вывод этого бизнеса, там, скажем, на биржу. Я не знаю, что конкретно, вот там, должность какая-то. Но дело в том, что это со стороны. Люди говорят, о, смотри, как он добился. А изнутри ты пришел в эту точку, и очень многие люди, они прошли через опустошение, потому что дальше им идти-то некуда. Нет, но в данном случае тут еще получается, что есть какие-то цели, которые не поддерживают ни родные, ни близкие. То есть, что же это должны быть за цели такие, которые находят отклика в родных. Это могут быть такие цели, которые ты поддержишь, и такие родные, которые ты скажешь, господи, откуда же такие родные берутся. Мы не знаем. Теперь насчет слабости я хотела бы сказать. Ведь мужчин, выражающих слабость, никто не любит. Это на самом деле не так. Дело в том, что мужчина, так же, как и женщина, любой живой человек, ему присущи тяжелые моменты, и он точно так же переживает. Он, может быть, переживает это немножко по-другому, чем женщина. Во внешних проявлениях. Во внешних проявлениях. Но, безусловно, конечно, нуждается в поддержке. Я вам скажу, что когда рядом с мужчиной, женщина, которая поддерживает это дорогого стоя. Я первое хотел сказать, что женщины стресс гораздо лучше переносят, чем мужчины. Вот имейте в виду. Вот вы там себе зажимаете. Женщинам проще, они более стрессоустойчивы. Это первое. Второе, то, что Светлана сказала, я вот тоже думал сказать, что бывают, там, я не знаю, маму и папу вы не выбираете. Брата и сестру вы тоже не выбираете. Но девушку, которую вы любите, вы же выбираете. И это, ну, я не знаю, если человек там, допустим, какого-то одного там уровня, он смотрит, чтобы у него ноги были длинные, и там ресницы большие. А другого уровня человека, вот, допустим, в вашем случае, когда вы к чему-то стремитесь, у вас есть цели, и вы ищите человека, который вас понимает и поддерживает, значит, у вас, у вас еще больше групп людей, женщин, да, которые могли бы стать надежной опорой в жизни. Вы для них, она, значит, вы для него, она для вас. Этот, этот тоже очень важный момент. Семья, вот я хочу сказать, что если бы у меня Света не было, да, вообще бы вся моя жизнь была бессмысленна совершенно, потому что я даже не понимаю, ради чего бы я это все, ну, кстати, могу, может, другая какая была, но Света не кулак показывает. Но я просто чему говорю, что это дает смысл жизни, да, и любимый человек, и дети. А без этого что потом устаёт? Пустое же место. Поэтому, может быть, здесь, что касается проявления слабости, понимаете, значит, у вас есть чего-то, что-то нескомпенсированное, да, то есть вот есть какая-то проблема, которая требует компенсации, какое-то качество, какая-то энергия, так скажем, да, требующая компенсации. Вы её не получаете здесь, там, ну, значит, найдите место, где, где, где есть, боже мой, ну, есть же форумы, есть, ну, есть, ну, у нас тут метапы, да, то есть есть места, где люди тусуются и виртуально, и реально, по интересам, и это настолько сегодня несложно, найти людей, с которыми можно выговориться. Я уже не говорил о том, что если вы, там, скажем, на форуме каком-то вообще анонимный, и никто не знает, там, вас в лицо, хотите, чтобы знал, можете с ним списаться, там, и так далее. Я видел так много этого, я видел людей, которые семьи создались, потому что они где-то там на интернете, не с целью создания семьи, просто общались, просто общались, потом познакомились, пошли в кино, там, посидели в кафешке, и так далее, то есть, сегодня такие возможности есть, найти близких по духу людей. Почему здесь есть ссылочку? Ссылочку какую? Вот на системный вектор. А, сейчас Светлана у нас проходит курс, там, такой, довольно интересный, и мы пока не рассказываем, чему там учат, но так же сами ещё не разобрались. Но, во всяком случае, вот это называется системно-векторная психология, и это не нужно быть психологом, это для простых людей, и я хочу сказать, что там от стресса очень здорово, как бы, помогают, судя по тому, что люди говорят, мы сами не имеем своего опыта. Да, там есть форум, есть форум, можно посмотреть высказывания людей, кроме того, может быть, там найдёте единомышленников, которые поддержат вас вот в трудную минуту, и это... Ну, это как бы один, это на самом деле некоторое мировоззрение, которое даёт вам возможность понять, кто вы, что вы, где вы, чего вам не хватает, и как это заместить. Соответственно, это убирает стресс. И заместить, и компенсировать. И заместить, и компенсировать, это одно и то же. Значит, реплениш, да, значит, восполнить. Так вот, безусловно, всевозможные психологические тренинги, если это хорошие тренинги, это очень-очень здорово. Мы со Светой ходили несколько раз, и я рассказывал про тренинг, который называется «Люди становятся лучше». По-русски он называется «Люди становятся лучше». Он вообще японский, этот тренинг. В Америке он называется «Humans being more». Но это всё как бы перевод такой, может быть, не самый лучший. С японского, я не знаю, я знаю мужика, одного американца, и он рассказывал, что когда ему сказали «Humans being more», и он говорит «А я всё думал, more of what?» Говорит «Чего more-то?» Она вот так переводится, значит, «Люди становятся лучше». Я знаю, что, например, такой тренинг проводит сетевая компания Niken, и не нужно, собственно, там быть и подписываться, и надалее, чтобы на этот тренинг попасть. Достаточно к любому дистрибьютору там обратиться, просто там, я не знаю, наверняка местный какой-то есть, и он вас туда посадит на этот тренинг. У нас он бесплатный вроде, да? Говорят, что в России там долларов 50-100 за это берут. Я вас уверяю, что это стоит этих денег. То есть извне помощь, вы же говорите извне, да? Вот нет извне от родителей, там, от близких людей нету. Ну хорошо, но есть извне другие источники, есть профессионалы, которые этим занимаются, помогают тебе найти себя. Я могу сказать, что мы раза три или четыре ходили, да? Там с каким-то интервалом, и каждый раз было как, ну, как заново. Поэтому, единственное, что я хочу сказать, что самое главное, самое главное из всего этого уже произошло. То есть вы сказали себе, нужно какое-то решение, нужно что-то делать. Потому что если бы вы загоняли это внутрь, и говорили бы себе, я не могу, слабых не любят, да, я стисну зубы, я добьюсь, я прорвусь, вы могли бы очень скоро оказаться там на больничной койке. В лучшем случае. Бывает хуже. Поэтому все болячки от этого, вот этот стресс подавленный, загнанный внутрь, это чудовищная штука. Просто если чек написал, от этого уже сразу стало лучше. Уже хорошо. От того, что написал, хорошо. От того, что мы поболтали, может быть, так просто по жизни потрепались, уже хорошо. Может быть, кто-то из тех, кто смотрит наши видео. На самом деле, нас же смотрит невероятное количество и психологов, и там, людей медицинской профессии самых разных направлений. Очень много людей с колоссальным жизненным опытом, понимаешь? И уж стресс такая штука, что, слава богу, там почти каждый мой из нас хватило. Поэтому, может быть, они что-то скажут. Или там, может быть, там переписка какая-то возникнет и так далее. Но существенно, что человек ищет решение. Потому что если он его ищет, он его найдет. Одно, второе, третье надо пробовать. И не думать, что есть только одно и все. Одно попробовать, не сработало. Второе, третье, пятое, десятое, неважно. Сам себе процесс, он тоже вас обогащает. Каждая вещь, которая у вас не получилась, она вас обогащает. Вы становитесь опытнее. И за деньги этого не купишь. Поэтому, вот я бы так сказал. Да, Свет? Вы обсудили? Все, тогда мы с молодым человеком прощаемся. Андрея его зовут? Да. И Андрею всего наилучшего. С Новым годом. Ну и с Новым годом, естественно. И его, и всех наших слушателей мы поздравляем. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...